Я сегодня на работе, но вот, собственно, я дождался того момента, когда выпал первый снег. Я очень хотел сделать вступительное слово, вот когда падает снег, чтобы это так эффектно смотрелось. Я надеюсь, на камеру это попадает. Так что, наконец-то я доснял этот кусочек, и теперь можно смело выпускать выпуск о том, как кататься зимой. В Москве зима, наконец-то, наступила. Ну, я очень надеюсь, что она наступила, потому что надоела вот эта вот серая замерзшая земля. Итак, приступим. Катание на велосипеде зимой. Как подарок выпал снег, и мне пришлось выйти на улицу, чтобы перезаписать то, что я подготовил в студии. Не все, конечно, но кусками я буду записывать на улице. Чтобы кататься зимой, нужно учесть, что появляется множество новых переменных, которые диктуют свои условия. Для начала перечислены. Лед или укатанный снег. Низкие температуры. Вроде и все, да? Но эти факторы многовариантны и приводят к целой лавине изменений. Возьмем низкую температуру. Чем быстрее вы едете, тем более холодный воздух вас обдувает. Это риск простуды, гипотермии и даже обморожения. Ах, к черту, давайте в подробностях. Стандартные покрышки не предназначены для эксплуатации при минусовых температурах. Они замерзают и теряют всякое сцепление с дорогой. На укатанном снегу или при гололёде вы будете болтаться, как... ну вы поняли, что в проруби, да? Чтобы кататься зимой, вам обязательно нужно переобуться на специальную зимнюю резину, которая не замерзает, так как предназначена для эксплуатации в минусовых температурах. Какую резину выбрать, шипованную или не шипованную, решать вам в зависимости от условий. Выпуск, посвящённый зимней резине, выйдет 5-го числа. Тормоза. Ободные тормоза не лучший вариант использования зимой. Во-первых, на обувь довольно-таки неплохо налипает снег, и он собирается в колодках. Во-вторых, тормоза, они сделаны из разных видов резинов. Большинство. Я сейчас про колодки ободные. Они дубеют и перестают тормозить на морозе совсем. Один из идеальных вариантов – это дисковая механика. Потому что там керамические колодки, и они не дубеют на морозе. Во-вторых, там нет жидкости, которая имеет свойство замерзать. Вот я не имел опыта до этого велосипеда с дотом зимой общения. Это мой первый велосипед, пока я не поменял, у меня пока на доте. А вот дешёвое минеральное масло на температурах ниже минус 15 начинает дубеть, и тормоза начинают плохо работать. Поэтому вот спорный вопрос использовать ли зимой гидравлику. Если у вас есть опыт с дотой, можете рассказать мне, поделиться в комментариях. Буду очень признателен. Одежда. Важным нюансом должно быть то, что она обязательно должна быть многослойной. Объясняю почему. Потому что нижний слой постоянно в контакте с телом. Вы потеете. Он очень сильно нагревается и промокает. Наружный слой, он всегда охлаждается. Встречный ветер его обдувает, и верхний слой всегда охлаждается. Поэтому у вас для чего слоеная одежда. Потому что если вам вдруг вы неправильно подобрали, вам станет жарко, вы просто один лишний слой снимаете, и у вас всё хорошо. Если холодно, наоборот, один слой добавляете, и опять же у вас всё хорошо. Верхняя одежда – это куртка непродуваемая обязательно. Потому что чем выше ваша скорость, тем сильнее охлаждение корпуса идёт. И поэтому вы будете на скорости 50 км в час и температуре на улице минус 20, ощущать минимум минус 30. Вот. Дальше. Она должна быть непродуваемой, желательно непромокаемой. Хотя, смотря какая у вас годовая температура, и опять же, какой у вас снег. Если у вас бывает мокрый снег, вам желательно, чтобы это было непромокаемо. Если не бывает мокрый снег, вам, в принципе, пофигу. Очень хорошим выбором будет мембрана. Мембрана… О мембранах вообще отдельно, но лучшим выбором будет вот мембрана, вот типа этой. Дальше. Дальше. Под мембраной я обычно вожу флиску. Надеваю флиску, потому что она хорошо впитывает влагу, которую отводит влагоотводка. А на само тело я надеваю влаготоводящее термобельё, которое отводит мой пот и заставляет впитываться во флиску. И если я вдруг замёрзну, или мне придётся переодеваться, я просто снимаю флиску, отжимаю, и она более-менее сухая. Либо просто переодеваю флиску. Вот. Это правильная одежда, то есть влагоотводящий слой, согревающий и впитывающий влагу, и непродуваемый, защищающий от холода. Это оптимальный баланс по корпусу. Теперь о ногах. Уважаемые тролли, хочу сразу сказать. У меня летние рваные кроссовки. Снег выпал внезапно, я торопился. Да и нет у меня других кроссовок, честно, я эти вот недавно порвал. Вот. В чём фишка? На ноги можно надевать специальные велоштаны, вот как сейчас на мне. Это зимние с начёсом, которые до минус 15, мне в них не холодно. Можно надевать тонкое термобельё, а поверх любые свободные штаны. Для более низких температур это будет более оптимальным вариантом, потому что, опять же, та же самая слоёность. Здесь вот при минус 15 и большой скорости ногам немножечко прохладно, и это не очень хорошо. На ноги кроссовки, тёплые носки, желательно шерстяные, и бахилы. Бахила. Бахила – это очень важный момент, который позволит вам, во-первых, избежать лишнего продувания, во-вторых, опять создастся та же самая слоёность, и у вас будет лучше сохраняться температура на ногах. Потому что, почему у большинства горников отсутствуют пальцы на ногах, у серьёзных горников? Потому что они отмерзают, отваливаются. Вы же этого не хотите. Так что лучше оденься, потеплея, на ноги. Перчатки или варежки – это очень хороший вопрос. Вот для меня, с моими, так сказать, пальцами чистильщика пробирок, найти варежки даже в хороших, дорогих горноложных магазинах не получилось. Мне всегда не хватало вот этого вот расстояния. Поэтому мне пришлось удовольствоваться единственными перчатками, которые я на себя нашёл. Но в них вот ниже, при температуре ниже минус 10, холодно кататься, мне постоянно приходится согревать пальцы. Если у вас позволяет, возможности лучше – варежки. Если вы любите хорошо кататься, экстремально и так далее. Главное, помните, что если у вас переключатели Шумана, они не очень хорошо переключаются в варежках. Если у вас с Рэм, проблем никаких не будет. Голова. Ну, помимо того, что зимой, я сразу советую кататься в шлеме, потому что без шлема, ну, у нас культура вождения такая, что это может вам дорого стоить. А если вы катаете в шлеме, во-первых, он вам лучше прижимает голову дополнительно, и, соответственно, вам теплее голове. Во-вторых, он немножечко защищает от ветра, в зависимости от того, опять же, какой ваш шлем. Что поддевать под шлем? Если совсем холодно, я стараюсь надевать сначала флисовую балаклаву, а потом сверху еще шапку, если уж совсем холодно. Если не очень холодно, достаточно флисовой или вязаной хорошей балаклавы, которая закрывает шею, и в зависимости от того, нужно вам или нет лицо. Но я, так как в очках катаюсь, мне не всегда удобно, чтобы лицо закрывалось, потому что очки запотевают. Вот, поэтому я иногда катаюсь с открытым лицом, просто мажу специальным кремом. Есть маленький чит. Вот я притащил даже балаклаву. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот это флисовая балаклава. Вот так она выглядит, когда она закрывает вам лицо. Ну и вот так, когда она лицо не закрывает. Вот так она немножечко из-за особенности геометрии минеты балаклавы, она сползает на глаза, и это не очень удобно. Есть разные конструкции, продаются. Можно купить, проблем никаких нет с этим. Есть маленький нюанс. Если у вас куртка без горла высокого, вот у меня высокое горло, то когда вы наклоняете голову, у вас шея будет оголяться. Поэтому я советую надевать мультибандану на шею, чтобы она у вас дополнительно защищала шею. Потому что если вы подстуете шею, будет очень плохо. Также есть вариант катать в шапке, шлеме, ну в шлем, ну не обязательно. Честно уж признаемся, это на ваш страх и риск. И в наморднике таком. Можно с черепами, можно с зелененьком, можно любого цвета, они продаются. В принципе, они удобны, но в зависимости от конструкции, и все-таки в отличие от балаклавы, они будут сползать вниз, если вы резко поворачиваете головой. Ну, не всегда это удобно, но в целом довольно-таки неплохо. Вроде все, хотя нет. Есть еще некоторые нюансы. Дышать нужно через нос, так как воздух успевает согреваться, и вы не простудитесь. При дыхании через рот есть риск простудиться или вообще поймать воспаление легких. Не перегревайтесь, а перегревшись, не стойте на месте. Если чувствуете онемение в пальцах, остановитесь, разотрите их, а в следующий раз одевайтесь теплее. Теперь о движении. Помните несколько важных факторов, особенно если вы едете по льду или хорошо укатанному снегу. Естественно, здесь речь идет о зимней резине. Если вы катаетесь на летней резине зимой при минусовых температурах, то мне остается лишь перекрестить вас, а естественно отбор позаботится обо всем остальном. Итак, на снегу ваш тормозной путь будет как на песке, то есть больше. К слову сказать, зимой он всегда будет больше, а на льду вы вообще можете улететь. Это зависит от следующих факторов. Масса ваша и вашего велосипеда, скорость, покрытие, есть ли шипы на резине, их стертость и так далее. Угол въезда, ну и прочие мелочи. Поэтому старайтесь избегать торможения юзом на шипованной резине. Если вы едете по асфальту, то в зависимости от покрышки и давления, конечно, вы можете вообще касаться поверхности только кончиками шипов. А значит, ну в принципе на асфальте это не страшно, а вот на плитке вы будете хуже, чем на льду. То есть вы будете скользить и кататься, опять же, как это в проруби. Питье лучше возить в термосе, который влезает в держатель. Возить не кипяток, но теплое, чтобы согреваться, если вы замерзете, но при этом не обжигаться. Все, у меня пальцы начинают неметь. Наверное, все основные факторы я указал. Так что на этой ноте предлагаю закончить выпуск. Ну что ж, рассказываем, друзья. Подписываемся на канал, ставим собачек. Я Алексей. Бай! Субтитры сделал DimaTorzok